32 года назад в небе над Локербе был взорван и спустя 36 секунд рухнул на жилые дома американский Boeing 747, летевший из Лондона в Нью-Йорк. Жертвами катастрофы стали 270 человек, 243 пассажира, 16 членов экипажа и 11 жителей Шотландии на земле. Виноватыми в теракте после длительного следствия были признаны ливийские спецслужбы. Существуют и другие неофициальные версии случившегося. С вами в Техно-2 и сегодня мы вновь попытаемся воспроизвести события тех лет и ответим на главный вопрос о том, как это было на самом деле. 21 декабря 1988 года в небе над Шотландией произошла крупная авиационная катастрофа с авиалайнером Boeing 747-121 авиакомпании Pan American. Через 58 минут после вылета из Лондона в грузовом отсеке в носовой части воздушного судна произошел взрыв в пластичной взрывчатке Semtex. Авиалайнер от взрыва полностью разрушился, и его горящие обломки рухнули на город Локерби. Погибли 270 человек, 259 на борту самолета и 11 на земле. 21 декабря 1988 года в аэропорту Хитроу совершил посадку Boeing 727 авиакомпании Pan American, доставивший 109 пассажиров из Франкфурта. Самолетом обслуживался первый отрезок рейса номер 103 Франкфурт-Детройт. Пассажирам, купившим билеты до конечного пункта, предстояли две пересадки на другие лайнеры в Лондоне и Нью-Йорке. Этот маршрут не очень удобен. Только 49 человек летели из Германии в США. Большинство пассажиров американские военнослужащие, получившие отпуск. Из Лондона в Новый Свет их взялся доставить Boeing 747, названный Девой Морей. В экипаж входили опытнейший капитан Джеймс Брюс Маккори, налетавший почти 11 тысяч часов, из них 4 тысячи на Boeing 747. А также второй пилот Реймонд Вагнер, бортинженер Джерри Аврит, 13 стюардесс и стюардов. На 38-й минуте полета стюарды начали разносить напитки. Буквально после этого Алан Топ, авиадиспетчер в аэропорту Прествик в Глазго, крайне удивился. Единственный зеленый квадрат на экране радара перед ним, который обозначал местоположение Pan American 103, исчез. Почти сразу вместо него появились 5 новых зеленых квадратиков. Они отображали носовую часть, крылья, основной фюзеляж и хвостовой отсек самолета. Вскоре после прохождения зоны видимости радара исчезли и они. Трагические события на борту Девы Морей развивались стремительно. Воздействие взрыва было усилено разностью между давлением внутри самолета и давлением окружающей среды. В левой части фюзеляжа под буквой Пи логотипа Pan Am образовалась дыра шириной в полметра. В результате повреждения тросов управление лайнер накренился влево и перешел в пикирование. Как позже установило следствие, носовая часть самолета фактически была оторвана от фюзеляжа в течение трех секунд с момента взрыва. Ее задрало вверх и развернуло в сторону хвостовой части, наподобие крышки консервной банки. После чего она отлетела назад, сбила двигатель номер три и рухнула на землю на некотором расстоянии от шотландского города Локербе. Основная часть фюзеляжа продолжала двигаться вперед и вниз и, достигнув высоты в 5800 метров, перешла в практически отвесное падение. При этом фюзеляж разрушался на части. Первой рухнула центральная секция с крыльями. При ударе о землю произошло воспламенение 91 тонны авиатоплива, находившегося в баках самолета. Огненный шар уничтожил несколько домов в районе падения. Еще один крупный обломок фюзеляжа упал на жилой дом в полумиле к северо-востоку. В результате катастрофы погибли 270 человек, из которых 11 человек были жителями Локербе, которых смерть настигла на земле. Расследованием причин катастрофы рейса PA-103 занялся отдел по расследованию авиационных происшествий Великобритании. Окончательный отчет расследования был опубликован 6 августа 1990 года. Было установлено, что багаж, в котором находилась бомба, следовал без пассажира Смальты на франкфуртском рейсе, а потом был направлен в Нью-Йоркский. Были найдены остатки радиоприемника Тошиба, в котором находилась пластиковая взрывчатка Семтекс, и остатки коричневого чемодана Самсонит, в котором находился радиопередатчик. Кроме того, были обнаружены клочки от зонтика, двух пар брюк и детского свитера, которые находились в чемодане вместе с бомбой. Был найден кусочек зеленого пластика, который, как установили, является частью взрывного устройства бомбы. Позже швейцарская компания, которая занималась электроникой, призналась, что этот зеленый кусочек пластика, часть таймера, который они делали по заказу ливийской разведки. Ливийский след подтвердили и другие улики. Следствие установило, что брюки и зонтик, находившиеся в чемодане, были куплены в небольшом магазине на Мальте. Владелец магазина опознал покупателя. Им оказался ливиец Абдель Альми Грахи, проживавший в то время в отеле неподалеку от бутика. 13 ноября 1991 года было выдвинуто обвинение против двух ливийцев. Одним из них был тот самый Альми Грахи, который занимал должность начальника службы безопасности национальной ливийской авиакомпании в аэропорту Луки на Мальте. Вторым обвиняемым был Ламин Халиф Фимах. Обоих фигурантов следствие считало сотрудниками ливийских спецслужб. На основании результатов расследования Совет безопасности ООН ввел санкции против Ливии, обвинив ее в поддержке терроризма. Британия потребовала выдачи подозреваемых, которые укрывались в Триполи. Лишь в 1999 году после длительных переговоров глава Ливии полковник Муаммар Каддафи согласился выдать подозреваемых при условии, что суд состоится на нейтральной территории. 5 апреля 1999 года подозреваемые были выданы шотландской полиции в голландском Утрихте, где на бывшей американской военной базе состоялся суд, действовавший по шотландским законам. 31 января 2001 года суд вынес вердикт. Аль-Меграхи был признан виновным и был приговорен к пожизненному лишению свободы, тогда как Халиф Фимах был признан невиновным. В 2003 году Ливия признала ответственность своих официальных лиц за взрыв рейса 103 Пан-Американ. В Триполи заявили, что не намерены признавать вину за совершение теракта над Локербе, однако соглашаются с тем, что взрыв был организован одним из официальных лиц ливийского государства. В соответствии с соглашением, достигнутым между представителями Ливии, Великобритании и США, Ливия выплатила семье каждого из погибших по 10 миллионов долларов в обмен на полное снятие экономических санкций с Триполи. Аль-Меграхи содержался в шотландской тюрьме Гринок. Множественные апелляции в различные судебные инстанции Шотландии и Европейского Союза успеха не принесли. Он был освобожден из заключения 20 августа 2009 года решением министра юстиции правительства Шотландии после того, как у заключенного был диагностирован рак простаты. Данное решение шотландских властей вызвало бурную реакцию в Вашингтоне. Категорический протест против этого решения высказала государственный секретарь США Хилари Клинтон. Недовольство решением шотландского правительства также прозвучало в выступлениях президента США Барака Обамы. Шотландию ругали генпрокурор США Эрик Холдер, советник президента США по борьбе с терроризмом Джон Брэннона и несколько сенаторов США. А директор ФБР Роберт Мюллер написал возмущенное открытое письмо министру юстиции Шотландии. Однако вскоре эти громы и молнии из капиталистского холма сами собой затихли ввиду исчезновения повода для возмущения. 20 мая 2012 года Аль Меграхи умер в своем доме в Ливии. Так это или не так, наверняка до сих пор неизвестно. Аль Меграхи до конца настаивал на своей невиновности, а многие исследователи считают, что взрыв над Локербе был организован Ираном. В порядке мести за авиакатастрофу в июле 1988 года, когда американский военный корабль по ошибке сбил иранский гражданский самолет с 290 пассажирами на борту. По делу Локербе есть дневник, написанный Сьюзан Лендауэр под названием «Каддафи. Козел отпущения для наркоторговли ЦРУ». В нем описаны некие секретные документы и некоторые факты, якобы доказывающие, что Ливия не имеет ровным счетом никакой причастности к данному теракту. Нам должно быть не безразлично дело Локербе, так как оно обнажило серьезную проблему. Торговля опиумом из долины Бекаа является основным источником мирового производства героина. В свою очередь, мировые поступления наркодолларов поддерживают операции боевиков по всему миру, от Ближнего Востока до Индонезии, Колумбии, Бирмы и Дальнего Востока. А с вами был Втехно 2, всего вам доброго, берегите себя, увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале. Субтитры создавал DimaTorzok